Так вот, значит, первое, это я хотел показать маленький кусочек от 13-й проблемы. Второе, я хотел быстро пробежаться по равносоставленности. И основное, на что должно бы уйти все время, это я хочу поговорить про восьмую проблему, посвященную простым числам, а именно про изготовленную функцию Риммана. Собственно, с вопросом, а зачем вообще народу она нужна, и почему все так ее интересуются. Итак, кусочек от вчерашнего, 13-я проблема Лемма Калмогоева. То, благодаря чему функцию четырех переменных, можно представить в виде суперпозиции функций не более чем трех. Что, конечно, пробивает стенку, показывает, что вообще в классе непоемных функций ответ другой. Итак, представьте себе, что основная Лемма, представьте себе, что у вас есть функция трех переменных. Оказывается, что вы ее можете разбить в сумму фиксированного числа именно трех функций, каждый из которых есть функция двух переменных, но применяется к чему-то, зависящему от всех трех. Но при этом это что-то универсальное. То есть, на самом деле, я должен был начинать Лемму со слов. Существует непрерывное отображение дежитая из и куб в и квадрат, когда каждый раз вы из функций трех переменных делаете точку плоскости. Ну, можно считать, что это означает, что у вас есть первая координата и вторая координата. Такие, что для любого f. f, 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 f. Что при этом происходит? Значит, эта Лемма, во-первых, требует какого-то времени на переваривание, которое у нас, конечно, к сожалению, не найдется. А во-вторых, она довольно забавна по формулировке. У вас есть какая-то функция с какими-то ее линиями уровня. Вдруг оказывается, что ее можно развалить в сумму трех, у каждой из которых почти, то, что я говорю сейчас дословно неправда, но почти предписанные линии уровня. что мы ужимаем у каждого из слагаемых количество переменных с трех до двух. Некоторый аналог того, что я сейчас говорю, вещь, с одной стороны, нужная в конструкции, с другой стороны, формально это не то же самое, что если я возьму, например, вот такое вот дерево, нарисованное на плоскости, и у меня будет неправдая функция, определенная только на нем, которую я случайно обозначу через f, то я ее смогу представить в виде суммы функций, каждая из которых зависит только от одной координаты. На самом деле я могу определить функцию φ на этом отрезке, из того же, что я знаю сумму f здесь, я доопределяю ψ на вот этом отрезке, зная ψ здесь, я определяю φ на вот этом отрезке, и доопределяю φ на вот этом отрезке, зная f в этой точке, я доопределяю ψ на вот этом отрезке, Зная, что psi здесь я доопределяю функцию здесь, ну и точно так же доопределяю функцию здесь. Я немножко помахал руками, чтобы показать, что бывает так, что мы что-то пытаемся разлагать в виде суммы чего-то, зависящего от одной и другой координаты. Но вот здесь ситуация похожая, хоть и более сложная. Мы берем и требуем, чтобы неправильная функция, определенная вовсе не на таком тоненьком дереве, а на всем кубе, развалилась бы в сумму функций, у каждой из которых довольно много где постоянно. Я больше не скажу ни слова о том, почему это правда, зато хочу из этой леммы вывести требуемое нам представление функций четырех пременных в виде суммы трех. Вопрос, понятно ли лемма просто по формулировке? Она как-то, можно в кавычках назвать ее мистической, по каме, что вот оказалось, что существуют такие универсальные функции джитые, что любая неправильная функция f представляется вот в таком виде, где фи житые, это некая неправильная функция. Значит, на самом деле дословные из этой леммы я вывести не смогу. Мне понадобится добавить еще одно знание, что фи житые непрерывно зависят от f. То есть, если я меняю мало f, я могу мало менять фи житые, что тоже есть некоторая декларация. Но поскольку я ни слова не сказал о том, как эта лемма доказывается, то поверить в то, что если уж какая-то конструкция проходит, то мы мало подкрутим f, мало подкрутим результат, ну, наверное, можно. Давайте вас все это поверим. Что происходит в этом случае? В этом случае на функцию четырех переменных я хочу посмотреть, как на функцию трех переменных, зависящую от параметра, а именно значения четвертой переменной. Ну, просто произошла смена олей. Вместо того, чтобы думать о всех переменных равноправно, я назначил четвертую переменную диктатора. Одна параметра. Ну, бывает. После чего к функции трех переменных, непрерывно зависящая от параметра, применим Лемму Калмогоева. Развалим ее в сумму φ, житая, тоже зависящая от того же параметра, x4, от d, житая, от x1 и так далее, x3. После чего и наше соглашение говорит нам, что зависимость неправильная. Ну, не соглашение, но то, во что мы верим, говорит, что φ от параметра x4 зависит неправильная. Ну, что такое параметра? Параметра – это еще одна координата, давайте об этом вспомним. Сумма по ж от единички до трех, φ, житая, от d, житая, от x1, x2, x3, запятая, x4. Теперь смотрите, наши новые φ, житая, это функции скольки переменных? Почему? Потому что d, это две переменных, и еще одна. Значит, φ, житая, функции трех переменных, d функции трех переменных, и здесь у нас стоит сумма трех переменных, которую я, на самом деле, мог бы даже представить в виде компонентации функций двух переменных. И вот функция четырех переменных триумфально развалилась в композицию, в суперпозицию функций не более, чем трех переменных. Ура победы по модулю, данной нам в ощущениях Лема Калмогоева. Давайте я произнесу пару ключевых слов, но еще раз я туда не пойду. В материалах лежит, например, текст Владимира Игоревича от 50, кажется, восьмого года в математическом просвещении. Паре слов это, что у функций, которые полезны и красивы сами по себе, что у функции есть дерево и ее линии уровня. Если у вас есть функция, скажем, высота вот такой вот, двугой брегершины с перевалом, то у нее есть, то можно о функции двух переменных думать как о композиции того, того, что мы сначала говорим, на какой линии уровня мы находимся, отображаясь в некоторое дерево, а потом берем функцию уже на этом дереве. Да, я сказал слово «дерево линии уровня». Так вот, каждую компоненту связности линии уровня, давайте объявим одной точкой, а расстояния между ними будут, как положено между замкнутыми множествами, минимум попаренных расстояний. Соответственно, вот здесь у нас дерево линии уровня, это горизонталь до точки перевала, после чего оно разветвляется на левую и правую линии уровня. Получается такое дерево. И одно из слов в доказательстве это, что любое дерево планарное. Я сейчас произнес много слов, вообще есть такая красивая конструкция дерева линии уровня. Я не хочу туда идти, потому что, иначе мне придется на это потратить все сегодняшнее знание. Мне этого делать не хочется. Но, я думаю, что если вам стало интересно, то там нет ничего сверхъестественного, в чем нельзя было бы разобраться самостоятельно. Вот. То вот такая вот забавная красота. Это что касается тринадцатой проблемы. Давайте я скажу пару слов про третью проблему. Значит, если я от кого слишком быстро убежал на этой доске, то можно проснуться, у нас начинается простая планиметрия и стереометрия. Кстати, а кому знакомы слова «третья проблема Гильберта» равна составленность инвариант Дэна? Ага, понятно. Ну, значит, прошу прощения, но вы, вероятно, ничего нового за ближайшие минут 10 не узнаете. Итак, на плоскости у нас есть теорема Бояя-Гервина, которая говорит, что любые два многоугольника равной площади равна составлена. Кажется, он так пишется. Поправьте меня. Поправьте меня, если я ошибаюсь, в транскрипции. Значит, два многоугольника равной площади равна составлена. То есть, можно их разрезать прямыми разрезами на кусочки, так, чтобы, перенеся и повернув эти кусочки, собрать из них другой многоугольник. А кто из вас знает теорема? Поднимите, пожалуйста. Ага, замечательно. Ну, значит, давайте я для полноты протокола скажу, что, в общем, достаточно доказать для треугольников, ну и там это делается не то, чтобы очень сложно. Вот. Соответственно, вопрос. А можно ли сделать то же самое в трехменном пространстве? И, собственно, этот вопрос Гильберт и задавал. Мотивируя это вопросами определения объема, тем, насколько хорошо или плохо, что для определения объема приходится исчерпывать, приближать изнутри и снаружи, и говорить, что у нас внутри есть объем сколь угодно близкий к нужному, снаружи есть объем сколь угодно близкий сверху. Значит, хорошо ли, что у нас для определения, для ответственного утверждения об объеме тетраэда нам приходится вместо теорема Багира-Гервина, которая могла бы применяться для определения площади, со словами, что площадь многоугольника – это длина ТСКХ такая, что она, наверное, составлена прямоугольнику 1 на Х. Ну, в некоторых кавычках можно было бы говорить так. Вместо вопросов о том, что для проверки равной площади достаточно односоставленности, приходится, ну так, на самом деле имитировать интеграл. приближать сверху снизу. Нельзя ли без всего этого обойтись. И это проблема, которая была сделана быстрее всего, и ответ был отрицательный. Ден, Макс Ден, показал, что объем – это не единственный инвариант равнасоставленности. И, значит, есть дополнительный инвариант. Например, куб и правильный тетероиды одинаковых объемов неравнасоставлены. Ну что, давайте доказывать. Да, теорема, по-моему, чуть ли не примерно того же года, почти одновременно, собственно, докладом Гильберта. То есть, ученик подхватил и отреагировал почти мгновенно. Да? Равнасоставленность Что прошло меньше двух лет, это точно. У меня ощущение, что порядок даже меньше. Чуть ли не тот же самый девятисотый и есть. Итак, конструкция. Давайте смотреть на то, что у нас есть у какого-нибудь многогрянника. А есть у него двугорянные углы. Давайте для каждого двугорянного угла посмотрим на два параметра. Во-первых, его меру. А во-вторых, длину разреза, на котором он появляется. Значит, давайте я сначала сделаю по-работчик-христианский, а потом скажу, как это переводится на формальный язык. Давайте каждому игру сопоставим такой прямоугольник, у которого по оси абсцисс длина, а по оси ординат угол. Каждый раз, когда у нас есть многоугольник, мы сопоставляем ему набор вот таких вот прямоугольничков. Здесь какой-то другой угол альфа-штрих, на другой длине ребра альфа-штрих. Что у нас может происходить с такими прямоугольниками? Ну, во-первых, если я какое-то ребро разрезал пополам, то он просто берет и по вертикали как-то разрезается. Если я переставил, и два угла оказались продолжением одного и того же, то вполне может быть, что мои прямоугольнички пристыковываются друг к другу. Например, разделяются и пристыковываются. Если говорить на чуть более формальном языке, то я рассматриваю формальное произведение, где вот этот значок нужно понимать пока как просто формальное произведение, угол на длину, и обращаюсь с этим делом так же, как с обычным произведением, что α1 плюс α2 на L равно α1 на L плюс α2 на L, чему соответствует то, что если у меня есть двугорянный угол, я и могу его разрезать вдоль по ЭБ, и наоборот α на L1 плюс L2 равно α на L1 плюс α на L2, чему соответствует то, что если у меня есть двугорянный угол, а здесь может разрезать его на L2. Вопрос. Все ли это операции, которые могут происходить? Когда я разрезаю и переставлю? Еще что? По грани можно. Да, значит. Вы можете провести разрез по грани, и тогда у вас появится два, ну или больше, ну давайте делать разрез последовательно тогда два, у вас появятся два угла, но у них суммарная мера будет π. Более того, у вас может может, что, в общем, разбивается на такие операции, но у вас несколько углов могут сойтись в середине, и тогда у вас полная мера будет 2π. То есть полный угол в π на что угодно или в 2π на что угодно равен нулю. Мы, набрав какую-то одну и ту же длину углов на полное ровно 2π, можем ее уничтожить или, наоборот, создать. Но, например, например, угол в π на корень из 2 на l вовсе не то же самое, что π на l корень из 2. Вот таких тождеств у нас нет. Наши прямоугольники, наши формальные произведения, они не позволяют нам взаимодействовать с углами, которые иррационально не соизмерены. Мы, на самом деле, из вот этих двух тоже следуем, что можно перенести из этих двух тоже следует, что α на l равно α пополам на l плюс α пополам на l равно α пополам на 2l. А про иррациональные числа можно перекидывать с одного санношения на другой. Но это следствие, но это прямое следствие этих тождеств. А про иррациональные никто не обещал. Поэтому даже если мы потребовали, что π, что для любого l, π на l может произвольно исчезать и появляться, это не, по крайней мере, пока не видно, почему бы это обновил наш инвариант. Отсюда не следует, из такого набора тоже есть, не следует, что все эквивалентно всему. Теперь два действия. Определение. Инвариантом Дэна многогранника называется формальная сумма всего, что соответствует его двугранным углам. инвариант Дэна и от многогранника равно сумма по двугранным углам угол формально умножить на длину ребра, которым этот угол перережет. эта сумма живет в объекте, который я еще не, который я пока описал рукомахательно, но не определил. Это множество вот таких произведений с точностью до вот этих вот точностей. если я докажу, что инварианты, отвечающие кубу и инварианты, отвечающие тетарады, а разные, то есть, что эти тоже не позволяют перегнать одно в другое, то на этом я победил. Вообще-то говоря, важный вопрос, а вообще, почему этот инвариант не тривиальный, почему не все равно всему, это нужно проверять. Мы это сейчас сделаем. Вот. Итак, понятно ли, на каком пути мы получаем теорему? Тогда контрольный вопрос. А чему равен инвариант Дена для куба? А почему? Любое ребро это пи пополам. Пи пополам на n это все равно, что пи на n пополам. Пи это ноль. Хорошо? Теперь давайте сначала скажу для, быть может, более студенческой части аудитории, где этот объект будет жить, а потом, исходя из этого формального понимания, мы строго докажем, что инвариант Дета-тараида не ноль. В частности, что инвариант Дена штука не тривиальная. Итак, да, кто из вас знает слова векторное пространство? поднимите, а векторное пространство над q? А r является векторным пространством над q? А какой измерности? Да, значит, r это такое жуткое бесконечно мерное пространство над q. У векторных пространств есть операция тензорного произведения. И это не заря символа ровно оттуда. Мы рассматриваем r, как векторное пространство над q, r, как векторное пространство над q, их тензорно перемножаем. А на самом деле, это как раз и значит, что мы берем формальные линейные комбинации вот таких вот буквочек с точностью до естественных соотношений. Но если у вас есть, значит, давайте я скажу опять по-рабочек-рестьянски, если у вас есть вектор столбец и вектор строка, то их тензорное пространство называется матрица. Размера как столбец и как строка. Ну вот, более-менее так оно и живет. Вот. Значит, вот это был, вот этот объект, это векторное пространство, естественно, тоже бесконечно мерный. Это в точности то, что у нас будет, если мы потребуем только вот этих соотношений. После этого мы отфакторизуем это тензорное произведение по произведению отвечающему всего лишь одномерному подпространству в R порожденному Пи. Значит, если вы не если слова тензорное произведение вам еще не знакомы, ничего страшного, потому что сейчас мы эту конструкцию завершим вполне себе по-человечески. Итак, есть угол альфа нулик. Значит, давайте доказывать, что для катераэда и для куба инварианты разные. На самом деле мы сделаем вот что. Мы предъявим линейную функцию, которая на... мы предъявим линейную функцию, не важно какую, просто функцию, которая, во-первых, тоже будет инвариантом, причем уже численно значным, и которая будет нулем для куба и не нулем для тетарэда. То есть мы возьмем... На самом деле мы сейчас вот из этого пространства отправимся некоторым линейным отображением ну просто-таки в числа. Итак, давайте я сделаю следующую вещь. Давайте я скажу, что если... что раз и... Давайте я для начала возьму мой правильный тетарэд и посмотрю, какой угол альфа нулик вы у него при двугорянном угле. Можно посчитать, чему он равен, там какой-нибудь ректангенс, и он с пи, конечно, не соизмерим, хотя, конечно же, это нужно проверить и доказать. И он откроет электронное пространство. В нем есть вектор пи, в нем есть вектор альфа нуликовая, и они линейно-независимы, потому что альфа нуликовая не соизмерима спи, во что мы пока поверили. Но если у вас есть два вектора, то их можно дополнить до базиса такого формального, в смысле, что любой вектор представляется в виде линейной комбинации. Это, на самом деле, некоторая жуткая операция, потому что пространство бесконечно мерное, вообще, здесь без экстремы выбора не обойтись, но мы в это поверим. Обычно, в большинстве случаев, когда говорят о базисе бесконечно мерного пространства, на этом пространстве есть топология, и мы, на самом деле, функцию складываем в вариант по элементам этого базиса. А это алгебраический? А здесь, да, а здесь базис в алгебраическом смысле, то есть это какое-то семейство E-альфа, E, ну давайте, гаммовых, такие, что индексированных каким-то жутким множеством индексов, что любой вектор из L единственным образом представляется, как их конечная линейная комбинация. Значит, это действительно нечто жуткое, но давайте, опять-таки, поверим в то, что народ умеет такое делать. На самом деле, мне это нужно ровно затем, чтобы сказать, чтобы сказать, что я могу дополнить до базиса любую начальную пару, например, π и альфа нуликовая, а значит, я могу построить функцию λ из fq, воздающие любые свойства. во-первых, λ у линейная, и во-вторых, λ от π равна нулю, λ от альфа нуликовая не равна нули. На самом деле, в качестве такой лямбды я могу взять коэффициент при e2, он же альфа нуликовая, в разложении по базису. Взял линейную функцию, которая на π равна нулю, а на альфа нуликовая не равна нуля. После чего я собираюсь отправить мое пространство, в котором у меня живет инвариант дэна. Ну давайте просто скажу, что я вещественные числа, а именно я хочу отправить альфа тензер L новым отображением лямбды большое в лямбда от альфа умножить на L. это вещественное число, это вещественное число. Обратите внимание, что наше тождество гарантирует, что если я возьму многогранник и его отправлю вещественные числа с суммой лямбда от всего, что у него сопоставлено его двугрянным углом, так я получаю уже численно значный инвариант. Потому что когда я разрезаю угол на 2, так функция лямбда линейна, когда я разрезаю ребро на 2, так умножение штука линейная, и наконец, когда я порождаю из ничего угол в пи, или наоборот у меня куски сливаются, и угол в 2 пи на какой-то линии исчезает, так лямбда от пи равно нулю. Поэтому я ничего не теряю и не приобретаю. Поэтому лямбда большое от уже многогранника равная сумма лямбда альфа тензор по всем двугранным углам это уже численно значные инварианты, который естественно ноль на кубе и по построению не ноль на правильном тетраэдре. значит можно ли данный набор уголков реализовать? ну мне очень значит я бы сказал так ответ на этот вопрос либо легкий либо неподъемно сложный на вскидку значит первая интуиция была бы что все реализуется ну нет первая интуиция грубо говоря поделив все на равные кусочки чтобы они поровнули а хотя нет слушай может и нет давай скажу что пока не знаю кто реализуется кто нет не задумывался сейчас может мне это кажется что должно как сказать неплотно наоборот реализовывать многие границы такие довольно штуки у которых должно все совпать состыковаться состыковаться с одной стороны да с другой стороны у тебя у тебя довольно много свободы что ты можешь если тебе сказано что у тебя такой-то угол то ты его можешь много на что поделить поэтому во много условий я скорее не верю но опять да я конечно должен был бы знать ответ на этот вопрос я его не знаю это совершенно прекрасный вопрос я вам отвечу цитаты из соответственно одного из текстов которые я на эту тему читал что прогресс на эту тему остановился после работы Дэна и продолжился только в районе сороковых лет когда когда этим занялся кто-то из учеников Хопфа сейчас я посмотрю фамилию которую я уже успел забыть Сидлер значит да значит когда этим вопросом занялся Сидлер доказавший следующую замечательную теорему в H65 году два многогранника равна составлены тогда и только тогда когда у них одинаковые объемы и у них совпадают инварианты Дэна совершенно прекрасный вопрос спасибо и это полный ответ в этой давайте я уже для полноты картины расскажу что происходит в других размерностях во-первых инвариант Дэна бывает и во всех старших размерностях просто нужно умножать не на длину а на площадь соответствующей грани кой размерности два от которой торчит двугранный угол то есть вот у нас многогранник в размерности четыре у которого вы берете грани размерности два и смотрите как от нее раскрываются в стороны трехмерные грани и какой угол между ними и умножаете угол на площадь а если многогранник пятимерных то угол на объем трехмерной трехмерной грани от которой они растут ну и так далее но начиная с размерности пять у вас есть не только объем трехмерной грани но и инвариант Дэна этой трехмерной грани поэтому есть такой Дэн Тензер Дэн и в размерности пять инвариантов тем самым уже как минимум три шесть тоже три семь четыре ну и пошло поехало я боюсь соврать но у меня ощущение что аналог теоремы Сиддера в старших размерностях просто неизвестен вот ну вот собственно конец рассказы про инвариант Дэна хочешь что-нибудь спросить да я ну инвариант я проверил что он не ноль заявив что угол не соизмерим с пи поэтому я отправил этот угол не в ноль линейным ку линейной штукой которая пи перевела в ноль и получил числовой вариант а сказать что-то например без аксиомы выбора или без чего-то другого подобного затруднительно потому что у нас здесь фактор по пи не очень если у нас любое рациональное число умножить на пи равно нулю то говорить о факторе в числовом смысле несколько затруднительно хорошо тогда мы переходим к тому что я считал основной теоремой этого рассказа на что мне остается кажется полчаса поправь мне если я ошибаюсь а именно к зета-функции на самом деле в восьмой проблеме упомянута не только зета-функция там упомянута еще и проблема Гольдбаха еще и проблема близнецов но основное место в формулировке посвящено именно зета-функции а также одному из ее обобщений зета-функций для других числовых полей и так значит h8 зета-функция кто из вас помнит формулировку гипотезы возьмите пожалуйста ага понял то есть я действительно буду говорить что-то новое это хорошо значит есть такая зета-функция риммана которую я хочу определить при вещественной части аргумента больше единицы как сумма 1 на n в степени с по всем n от единицы до бесконечности вот такая вот функция на самом деле определенная почти на всей комплексной плоскости кроме единицы в которую она обращается в бесконечности кстати как это это а это я сейчас скажу значит вот это определение при вещественной части с больше единицы вот здесь сейчас стоит некоторый пропуск и я декларирую что в итоге получится зета-функция на всей комплексной плоскости комплексные числа ну давайте скажу без единицы и скажу что зета-это единица равно бесконечности но да вы правы что я пока что-то перескочил собственно как работает с с меньше единицы скоро научимся а пока вопрос первый что за ряд мы получаем при с равном единице гармонически да ровно гармонически ряд мы получаем и ровно с этим связано что зета от единицы а равно бесконечности на самом деле более того давайте я захочу попробовать приблизить чем-то зета-функцию например оценить бесконечную функцию очень хорошо оценивать интегралом поэтому если я захочу при с в районе единицы что-то писать ну давайте я напишу не утверждение в том смысле что есть значок приближенного равенства давайте я скажу что это примерный интеграл от единицы до бесконечности дх поделить на х степень с а этот интеграл считается кто мне скажет чему она равен нет логарифм нет интеграл 1 на х степень с дс скажем интеграл кто да 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 1 на с минус 1 потому что первообразная функция 1 на х степени с это почти что х 1 на х степени с минус 1 давайте я напишу так вместо х степени с я напишу х степени минус с а первообразная этого х степени 1 минус с Но если я буду дифференцировать, то у меня 1 минус s вылезет. Поэтому у меня под интегралом стоит производная функции x степени 1 минус s поделить на 1 минус s. Интеграла в производной – это приращение функции. В плюс бесконечности у меня стоит 0, потому что степень отрицательная. И ровно за этим вещественная часть должна быть больше единицы. Минус значения в единице, 1, 1 минус s, поскольку с минусом тот знак поменялся и получилась 1 s минус 1. Поэтому при подходе к единице, ну и там, например, можно сказать, что это относительно точный способ, насколько сейчас увидим. Поэтому при подходе к единице у нас функция улетает, действительно стремится к бесконечности. Как 1 s минус 1. Но это нам на самом деле не помешает доопределить функцию почти на всей комплектной плоскости. И некоторый аналог, который вы можете держать в голове, такой. Есть функция сумма q в степени n по всем n от единицы до бесконечности. Если модуль q меньше единицы, то вы мне сразу скажете, чему она равна. 1 на? Не на q минус 1, а 1 минус q. Но при этом правая часть определена даже при q равном двойке. У нее есть единственная проблема на области определения, там, где q в точности равно единице. Там она улетает на бесконечности. И сравните одно с другим. Но дальше можно левую часть закрыть и сказать, что правая функция красивая, хорошая, давайте работать с ней. Что понимать под словами красивая, хорошая, давайте работать с ней? Вопрос отдельный. Например, если мы работаем с функцией комплексного переменного, то, может быть, те из вас, кто ходил на Кольске-Та, уже знают, что если у вас функция комплексного переменного 1С дифференцируема в области, то она в этой же области бесконечно дифференцируема, чего в вещественных числах нет и никогда не было. И более того, в окрестности любой точки ее можно разложить в сходящийся ряд. И более того, две такие функции, которые совпадают в какой-то части области определения, совпадают и дальше. Поэтому, если уж вы нашли хорошую функцию, которая с дета-функцией где-нибудь совпадает на какой-нибудь части, то очень естественно ее и брать в качестве определения на большей области. Потому что все равно ничего другого не будет. Да? А там будет ку на 1С ку, потому что ку на 1С ку. О! Спасибо. Значит, пусть будет ку на 1С ку. Спасибо, да. И это вы правы. Вот. Хорошо. Значит, итак, вот объект. И это основной объект нашего рассказа. Теперь два вопроса, ответ на которые мне хочется дать за сегодня. Первый. А вообще, почему эта функция? Почему Гильберт ее включил в список своих проблем? Почему Институт Клей ее включил в список семи проблем тысячелетия, за которые они обещают по миллиону долларов? Почему, значит, она и до того знаменита, ну так, в узких кругах даже, пожалуй, побольше теоремы Фермо. Почему вообще именно эта функция привлекает народ? Не только она, но и ее родственники, но в частности она. Потому что, ну как, ну вот как-то странно, что кто-то написал какую-то закорюку, а после этого все взяли, запрыгали, сказали, ой-ой-ой, давай доказывай, давай доказывай. А можно прочитать закорюку написать? Вот эту. Нет, сейчас, еще раз. Как дзета пишется Элия? Вот так. Институт. Вот почему, когда сначала Элия, потом Римман написали закорюку, то все запрыгали и сказали, хотим с ней работать. Второй вопрос, это, собственно, формулировка. Давайте я, собственно, функцию-то сказал, а что от нее нужно, не сказал. Значит, проблема гипотезы Риммана. Все нули дзета от s с вещественной частью s от нуля до единицы, то есть в вертикальной полосе, вот наша особая точка 1, вот точка 0. Так вот, все нули, лежащие в этой полосе, лежат напрямую вещественная часть s, а равна одной второй. Точка. Вот формулировка проблемы. И вторым вопросом должно быть то, что эта формулировка очень странная. Вообще-то говоря, 0 функции комплексно-значных, функции комплексного переменного, это точка на комплексной плоскости. Что заставляет какие-то точки, а на самом деле нулей у этой функции известно, даже не миллионы, а в общем, насколько компьютера хватает, столько известно. Так вот, нулей у этой функции много-много-много. Все они лежат на прямой вещественной части s, а равна половине. Что их заставляет там лежать? Даже для одного нуля, что он лег на заранее предписанную прямую, казалось бы, это условие типа 1. Какое чудо заставляет их туда ложиться? И, кстати, как проверяют, что какие-то конкретные нули, что они лежат именно на прямой s, равна половина, а не чуть ли веще правее. Потому что, опять-таки, если бы счет был… Если бы мы просто считали компьютерно, то у нас были бы ошибки округления, и можно было бы говорить, что, ну, там, вещественная часть от 0.49999 до 0.0001. А поэтому известно, что люди в планете говорят, что сколько-то там первых нулей, опять-таки, вот все это количество действительно лежат на этой самой мниме оси. То есть, не мниме, на прямой вещественной части s, равна половине. Как и почему народ вообще может строго говорить такое? Про какие-то первые нули, даже несмотря на то, что в вычислениях используется компьютер. Давайте я начну со второй части ответа, а после этого перейдем к первой. Так вот, оказывается, что зета-функцию можно домножить на некоторый хитрый множитель, так что она на этой прямой стороне просто чисто вещественной, а множный хороший. Значит, я могу сейчас перепутать знак и могу где-нибудь потерять множитель в и. Быть может, здесь должен быть знак не с пополам, а минус, а с пополам. Надо будет это проверить. Значит, я, поскольку пока я в любом случае, я сказываю на уровне байочки, то нам это не важно. Так вот, можно зета-функцию домножить на такой множитель, причем тоже хороший, что она на этой прямой станет чисто вещественной. А ясно на этой прямой станет чисто вещественной. Да, причем то, что она чисто вещественной на этой прямой, это доказывается довольно несложно. И может быть, если останется минута под конец, мы это сделаем, хотя сомневаюсь. Можно домножить так, что она станет чисто вещественной, а тогда это ловля вещественного нуля у вещественной функции. Поэтому то, что у функции на вещественной прямой вещественной значной есть нули, совершенно никого удивлять не должно. С другой стороны, поймать ноль, поймать наличие нуля примерно в какой-то области, можно просто по перемене знака, а количество нулей комплексной функции в области считается некоторым образом, который называют принципы аргумента. Это значит, что она точно на этой прямой, потому что мы можем домножить на что-то, а обнаружить ноль по изменению знака. Поэтому, значит, какая-то таки ответ на вопрос, почему нули живут на этой прямой, потому что есть соотношение, из-за которого она на этой прямой оказывается чисто вещественной. Вот. Хорошо. Давайте я это дело скорее закрою, а перейду, собственно, к ответственному вопросу, а вообще зачем нам эта функция нужна? На что-то ее умножать, еще что-то. Смотрите. Да, я не сказал слово тривиальное, но и дело в том, что у з-функции есть нули в точках минус 2, минус 4, минус 6 и так далее. Ну, вообще, почему сумма квадратов, потому что при сравнении минус 2, это формально говоря написано вообще сумма квадратов натуральных чисел. Почему и нужно приписывать нулевое значение? Вопрос отдельный. Но, например, оказывается, что когда мы вот так вот домножим, то у нас эти нули вообще исчезают. Но, с другой стороны, они для... То есть, они есть, формально в гипотезу они не входят. Можно сказать, что вообще все нули это тривиальные и вот эти. И это будет более-менее эквивалентной переформулировкой. Их наличие в том числе можно увидеть из того, что соотношение, что после домножения мы получили симметричную функцию, в точке с и в точке минус 6, и то, что в положительной области у нас нулей нет, в отрицательных числах у нас нули будут там, где гамма-функция бесконечна. Да, я написал гамма-функцию. А кто из вас знает слово гамма-функция? Поднимите, пожалуйста, эту тему. Давайте я увеличу количество знаний, вынесенных отсюда, на следующее определение. Гамма от s – это интеграл от нуля до бесконечности x в s-1 е в степени минус x dx. Этот интеграл сходится всегда... Ну, не так. Сейчас, давайте я подумаю, хочу ли я... Нет, не так. Этот интеграл сходится при вещественной части s больших нуля, и при этом интегрирование по частям вам дает соотношение, что гамма от s умноженное... Что гамма от s ведет себя как s-1 факториал, поэтому гамма от s и гамма от s-1 связаны соотношением, что гамма от s – это s-1 на гамма от s-1. Или s на гамма от s – это гамма от s плюс 1. После чего таким соотношением можно из полуплоскости вещественная часть s больше нуля распространить гамма-функцию на все отрицательные числа, кроме тех, где ранее или поздно появится поделить на ноль, то есть кроме отрицательных минус 1, минус 2, минус 3 и так далее. Гамма от s – это в некоторых кавычках s-1 факториал, но тот факториал, который вы пишете, если вам нужно считать его от нецелого аргумента. Вот. В частности, значит, давайте я скажу, что тем самым я уже могу стереть сюда плюс-минус, потому что я знаю, что при s равном минус 2 я должен домножить этот ноль на бесконечность, чтобы получилось что-то конечное. Вот. Значит. Ну, мы сделали все, кроме самого главного. Мы пока вообще не узнали, зачем z-функция нужна. Давайте, значит, если вы не устудили за гипотезой, то ничего страшного. Я помню, что я все еще не сказал, как z-функцию продолжать на вещественной части с меньшей единицей. Через какое-то время скажу. Но пока давайте посмотрим, какая от нее польза народного хозяйства. Итак. Первая вещь – это то, что называется словом Эйлева произведение. Давайте я разложу каждое n по основной теореме арифметики. Каждое множитель, каждое интервентальное число можно разложить в произведении степеней простых. И скажу, что у меня здесь сумма 1 на n в степени s, а в результате я хочу написать сумму 1 на первое простое в степени какая-то степень, второе простое в степени какая-то степень и так далее, какое-то еще m на первое простое в какой-то степень, и все это в степени s. По всем возможным простым и по всем возможным степеням. И хочу такую сумму пересобрать в бесконечное произведение. Значит, давайте я скажу, что я соберу в первую скобку сумму обратных 1 на 2 в степени, 1 на 4 в степени s, 1 на 8 в степени s, во вторую те сомножители, где у нас возникают степени тройки, 1 на 3 в степени s, 1 на 1 в степени s и так далее. И я хочу сказать, что после раскрытия скобок в этом произведении я получу как раз эту сумму. Почему? Если я оборву это произведение, например, на пятерки и раскрою все скобки, то у меня в произведении первых трех скобок будет суммой по всем числам, у которых присутствует только 2, 3 и 5 в их разложении на простые, 1 на n в степени s. Потому что любое число вида 1 на n в степени s, если n разлагается в произведении двоек, трех и пятерок, значит, n равно 2 в катер 3 вельтой 5 в м, это, значит, если n имеет такой вид, то 1 на n в степени s, это 1 на 2 в n в степени s, 2 в катер 3 в степени s на 1 на 3 вельтой, в степени s на 1 на 5 в м, в степени s вот со множителя из первой скобки, вот из второй, а вот из третьей. Ну и чем больше скобок я беру в этом бесконечном произведении, тем плотнее я накрываю натуральный ряд, и в пределе я накрываю все натуральные числа, поэтому раскрыв скобки здесь, я получаю как раз вот эту сумму. Я понимаю, что я немножко махаю руками, но я надеюсь, что я вас убедил. Кого я не убедил, поднимите, пожалуйста, руки. Ну, значит, будем надеяться, что вы мне пока проверили. Теперь, каждую скобку можно собрать. Давайте мне кто-нибудь скажет, во что собирается скобка, отвечающая простому числу p. 1 поделить на... Да, давайте я запишу как 1 минус p минус s. Это называется произведение Эйлера для зета-функции. И это ровно то, за что мы любим зета-функцию. Потому что в ней закодирована информация обо всех простых. У нас была функция заданная суммой, она развалилась в произведение, и произведение идет по простым числам. Значит, давайте это использовать. Что нужно сделать с произведением, чтобы оно стало хорошим? Значит, умножать числа сложно. О, значит, давайте зета-функцию уберем под логарифм. Получится бесконечная сумма по всем простым. Один, значит, здесь будет знак минус, давайте я его вынесу сюда. Чтобы логарифм обрядного числа, у меня остался только логарифм знаменателя. Логарифм 1 минус p в минус s. О, значит, человек, обученный с хорошо развитым нюхом на всякие гадости. Логарифм комплексного числа, нет, я совершенно серьезно, умение вовремя почувствовать подкрадывающуюся опасность, это очень хорошее умение. Логарифм комплексного числа, штука плохо определенная. Как вы помните, е в степени 2π равно единице, поэтому, когда мы говорим, что логарифм комплексного числа это логарифм его модуля в качестве вещественной части, плюс и умножить на его аргумент в качестве мнимой части, то вот здесь вот стоит аргумент, то есть угол, и эта штука не является корректно определенной, а принимает значение с точностью до 2π. Ну, если с точностью до 2π, потому что мы на е умножили. Логарифм комплексного числа определен с точностью до 2π. Но, если у нас что-то определено с точностью до 2π, то есть с точностью до константы, то константу можно убить. Как? Какое вы знаете действие, которое убивает константу? О, давайте продифференцируем. Вообще, если написана какая-то функция f, то производная логарифма, собственно, вообще самого слова логарифм не требует. Я думаю, что вы мне сейчас напомните, чему она равна. Значит, производная функция поделит на саму эту функцию. Именно поэтому такое отношение называется логарифмической производной. И вообще говоря, я мог сразу сказать, давайте рассмотрим z' на z и слово логарифм ни разу не произнести. Тогда бы я замаскировал, почему вообще мы делаем такую операцию. А так я скажу, что давайте посмотрим на производную логарифма z функции. И опять-таки со знаком минус. Минус z' на z равно сумма по всем простым. А теперь давайте кто-нибудь мне продиктует, что будет в правой части. 1 минус p в минус s. Теперь, когда вам нужно дифференцировать p в степени минус s, давайте скажем, что это e в степени минус s на логарифм p. Его производная это минус логарифм p на e в степени минус s логарифм p, то есть минус логарифм p на p в минус s. И у нас еще один минус вот отсюда, поэтому они сократятся. Поэтому здесь будет p в минус s на логарифм p. Вот такое дело у нас уже в какой-то момент возникало. Только p в минус s было для p в степени обозначено буквой q. Поэтому давайте развалим это обратно в сумму геометрической прогрессии. Сумму по всем p и по всем k логарифм p поделить на p в катах в степени s. Функция Мангольдт и Мендельборта это, значит, да, вы правы, ровно так оно и называется. Давайте я это запишу, давайте я еще это запишу вот так. Сумма по всем n лямбда большой от n поделить на n в степени s, где лямбда от n это логарифм p, если n имеет вид p в степени k, и ноль иначе. Очень хорошо. Значит, теперь смотрите. Мы уже развалили зета-функцию, точнее ее логарифмическую производную в некоторую сумму, где очень сильно играют простые числа, и при этом, если вы посмотрите на левую часть, то где у этого дела проблема? Как только как только знаменатель обращается в ноль, то у левой части проблема. На самом деле есть еще одна точка, где у этого дела проблема, в этом мы ее знаем. точка s равно единице. Потому что там зета-функция ведет себя как 1s минус 1, но, соответственно, ее логарифмическая производная тоже с точностью до знака будет установлена как 1s минус 1. потому что мы ее убрали под логарифм, а потом предриференцировали. А вот, с другой стороны, правая часть включает в себя какую-то сумму, в которой живут логарифмы простых. Да, а кто из вас знает слова функции Чебушева? Значит, определение. Функция Чебушева psi от x это по определению сумма логарифмов простых, которые меньше либо равны x. Кто из вас помнит, как формулируется законное распределение простых чисел? Как сейчас? Да, значит, можно говорить, что π от x, которое по определению равно числу простых, меньших либо равных x, устроено как x поделить на логарифм x. Это одна из его формулировок. Но вместо этого можно не очень сложно доказать, что вот эта эквивалентность переформулируется словами, что psi от x эквивалент на x. Потому что логарифм функция очень-очень медленно меняющаяся, например, между x и x в степени 0.99 она меняется всего лишь на 1%. Но с другой стороны x в степени 0.99 это о малой от x. Ну вот я, собственно, и объясню, почему это равносильно. логарифм они лямб большого цепи. Можно логарифм, можно, значит, сейчас, дайте сообразить, кто из них псих, кто из них сумма логарифмов, а кто из них сумма лямб. Может быть, вы правы, здесь будет сумма лямб. на самом деле одно от другого отличается не больше, чем на квадратный корень, потому что тех, где... Да, наверное, вы правы. Наверное, здесь сумма лямбда большой от n по n меньше либератным x. Да, вы правы. Спасибо. Значит, на самом деле одно от другого отличается на копейки, потому что если мы хотим, чтобы с t хотя бы квадрат был меньше либератным x, то это не больше, чем корень из x слогаемых. Поэтому вообще-то разница маленькая, но вы правы, что хорошо взять такую. Так вот, а теперь смотрите. Вот у нас здесь хорошая сумма. Сумма лямбда от n по n меньше либератным x. Вот у нас здесь лямбда от n уже закодированы. в логарифмической производной дзета-функции. Осталось их достать. Это делается некоторым комплексным интегралом. Если мне и домножить на что нужно и написать некоторые комплексные интегралы, то получается следующая формула. Пси от x это x, не помню знак, то ли плюс, то ли минус, сумма по всем нулям тривиальным мы не очень, x в степени ρ поделить на ρ и плюс константы, которые если не изменяют память логарифма двух пи. Значит, что происходит в этой формуле? Мы на самом деле берем интеграл минус, значит, если не задумываться о том, в каком смысле все происходит, сойдутся ли интегралы и все такое, то мы домножаем логарифмическую производную зета-функции на некоторый множитель, просто потому, что так захотели, интегрируем по мнимой оси от минус и на бесконечность до плюс и на бесконечность, и вдруг выясняем, что такой интеграл у нас ловит как раз-таки проблемные точки, проблемные как раз-таки полюса, через что вклад отсюда? Давайте я для полноты картин напишу 1-2-2-3, чтобы совсем хорошо было. Значит, точка S равно 1 дает вклад отвечающий x-у, все остальные корни дают вклад отвечающий проблемам вот этого множителя, считают это множители, ну и все остальное я хочу замести под ковер. если не значит, если отстраниться от вычисления конкретного, в комплексных числах довольно хорошо интегрировать. Если вы интегрируете по, например, замкнутому контуру, сейчас, а кому из вас знакомое слово вычет, поднимите, пожалуйста, руки. Ага. Значит, если вы в комплексных числах считаете интеграл по замкнутому контуру, то он у вас посчитает вклад от проблемных точек внутри области интегрирования. И на самом деле написанный тут интеграл как раз-таки с одной стороны ловит то, что нам нужно, потому что он отделяет n меньше x от n больше x, а с другой стороны он считается и оказывается равен правой части. Давайте я уже, видимо, у меня время закончилось, поэтому я не буду лезть в детали, а скажу, что если вы хотите то, что мне хотелось бы, чтобы вы из этой лекции вынесли, это что благодаря произведению Эйлия зета-функция помнит о простых числах, и именно за этим она нам и нужна, после чего мы хитрым дифференцированием и интегрированием из нее эту информацию вытаскиваем. А с другой стороны прямая вещественная часть равна половинке хороша тем, что если домножить дета-функцию на то, что нужно, то получается штука, которая получается вещественная на этой прямой функция. Ну вот, видимо, все, что я хотел сказать. спасибо. А, значит, да, можно. Давайте я дам убежать тем, кто хочет. Ответ такой. Собственно, написанные здесь интегралы почти это давал. Нам, во-первых, если мы верим в то тождество, что домноженная дета-функция связана в точках s и 1 минус s, говорит, что нам достаточно доопределить до вещественной части равной нулю, потому что дальше мы продолжим исходя из связи между точками s и 1 минус s. А если мы хотим доопределить до вещественной... А если мы хотим дотянуться до вещественной части s равной нулю, то это красивая идея, которая есть начало формулы суммирования Эрли-Райма-Клорена. Смотрите, вот мы пишем сумму 1 на n в степени s, а можно вместо этого написать интеграл dx поделить на x в степени s. И одно это мы рисуем прямоугольнички, а другое интегрируем функцию. Давайте скажем, что эта сумма равна интегралу, минус плюс или минус все лишнее, что мы пересчитали. Минус сумма по n от единицы до бесконечности 1 на n в степени s минус интеграл от n dn плюс 1 dx на x в степени s. После чего вот эта штука, хотя сходится интеграл ds равно единице, но определена везде, а поправочный член ведет себя как следующий порядок. Это дело устроено как константа на n в степени s плюс 1. Поэтому ряд поправок сходится вплоть до вещественной части s равной 0. На самом деле после этого можно играть и дальше, и дальше, и дальше. Например, ровно на этом пути доказывается формула стерлинга, то, что n факториал это примерно корень из 2πn на n етых в n потому что если вы n факториал берете под логарифм, то у вас будет сумма логарифм единицы, то есть логарифм двойки под логарифм тройки. Если вы начнете приближать его интегралом логарифм x dx, у вас первый член будет как раз n етых в n у которого логарифм это n логарифм n минус n после этого будет поправки когда вы просуммируете треугольнички ну и а после этого нужно доказывать корень из 2πn это такая красивая наука вот но собственно поэтому на самом деле вообще-то даже итерируя все более и более точное приближение можно было бы дотянуть до любого отрицательного достаточно до нуля а после этого отсимметризовать вот ну вот видимо это ответ на ваш вопрос было ли это понятно в качестве ответа и спасибо за вопрос действительно об этом забыл сказать хотя конечно собирался спасибо спасибо